друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки спали напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылку для него обязательно закреплю в комментариях ну что же вчера мы с вами по горячим следам обсудили вчерашний вечерний поздний ролик колес ну а сегодня друзья мои я хочу обсудить с вами интересные моменты и конечно же комментарии давно я этого не делала вы знаете я когда зашла сегодня в комментарии колесам я вот правда поняла что мы с ними с этими защитниками колес и с колесами мы действительно с вами по разные стороны баррикад да словно вот с разных планет моя твою не понимает да это вот примерно из этой серии вы знаете эти люди защитники колесниковых они даже не слышат они даже не слушают не то что нас и не слышат они не слышат о чем говорили во вчерашнем ролике ребят то есть это настолько надо быть тупыми да чтобы вообще не понимать смысл услышанного то есть я смотрю в книгу и я вижу фигу то есть они даже не слушают о чем вчера говорили сейчас мы очень хорошо с вами разберем некоторые интересные моменты мне понравился один комментарий на канале колес диалог космический у детей или я с другой планеты далее друзья мои пишут зрители там у колесниковых вы меня конечно извините но настя говорит что попробовала совсем чуть-чуть а у светы полная тарелка творога а как же все остальные дети я понимаю у каждой семьи свои законы но чтобы мама ела с удовольствием а ребенок просто смотрел в первую очередь должны быть накормлены дети это мое мнение данный комментатор набрал аж 300 данный вернее комментарий набрал аж 327 лайков я вчера это все озвучила по горячим следам в своем обзоре и я дословно сказала диалог который был между светкой и между настей да и когда настя сказала я попробовала чуть-чуть а светка сказала ну кто вам типа мешал идите типа себе наводите как она говорит навести да там творог и так далее настя сказала так ягод почти не осталось то есть нормальные зрители которые слушали внимательно ну хорошо не всегда можно понять колесниковых с первого со второго раза можно что-то додумать и так далее да но я озвучила эти моменты очень четко и там было четко ясно и понятно что настя хочет это есть маманя сидит с этим тазиком жрет обжирается с этой лоханкой да творог там там йогурт там черника а девчонка стоит облизывается да мамаши нормально то есть у нее там ничего ни ложка нигде не встала да нигде они поперек горла ничего не встала мамаша сидит жрет а девчонка говорит а я только немножко попробовал то есть девочка дает понять что я тоже хочу твоя дочка блин не то что девочка твоя дочка да даже не ребенок с улицы а она говорит ну да кто вам мешает идите наводите тупая твоя башка тебе дочка твоя сказала уже о том что че там наводить ягод уже почти не осталось но я думаю не только ягод и всего остального уже не осталось но надо думать если это такой тазик себе приперло да она как сидела жрала так и сидит жрет далее друзья мои комментарии таких же ведроголовых хомяков собственно таких же недалеких как и семейство колес вы не правы изначально правильно первыми кормить старших а уж потом детей ну я не знаю что имеет ввиду данная особа друзья мои но я просто себе представила картину вот мы сели есть да ну вот вы садитесь есть с мужем там со своими может родителями да ну или просто вы вдвоем с мужем усели сесть а ваши дети ходят вокруг и облизываются это один момент другой момент это защитница хренова неужели не слышала когда настя сказала ягод не осталось то есть настя априори себе не может приготовить то что себе приготовила светка по той простой причине потому что уже ничего не осталось нет они этого не слышит защитники колес вообще ничего не слышал другая пишет света очень заботливая правда интересно по отношению к кому по отношению к себе и к лёхи в своей опочивальне поздно ночью ну или днем там днем там да и так далее по отношению к кому она заботливая по отношению к ребенку младшему которого она берет на руки раз в пятилетку или по отношению к детям, или по отношению к Насте, которая стоит матери в рот, заглядывает, ребята, я себе просто не представляю, чтобы мне стоял какой-нибудь ребенок, заглядывала в рот, я бы сидела, жрала, да, он бы сказал, а я вот только чуть-чуть поел, да, а я бы сказала, иди, кто тебе мешает это наводить? Колода ты. Ты должна детям своим положить, разложить по тарелкам. Что значит, иди наводи? Твоей дочери всего-навсего 14 лет. Ты обязана детей до совершеннолетия, ну так, на минуточку, да, и кормить, и одевать, и обувать. Что значит, иди сама себе наводи? Что это значит? А почему это, когда девчонки чистят картошку, жарят картошку, отваривают макароны, а почему это они тебе не говорят, иди себе там, чисти, да, иди себе жарь, иди себе вари, иди себе делай и так далее. Я в шоке, ребят. То есть оказывается, да, когда к вам подходит ребенок, ваш ребенок, в понимании, колес, и в понимании защитников колес, да, и вам ребенок говорит, мам, я, допустим, там тоже хочу творог, ты говоришь, иди себе и клади в тарелку, иди себе и делай, да, иди себе, у тебя что, типа рук нет? А ты, как ты можешь садиться за стол, есть, знаю прекрасно, что остальным уже ничего не достанется. Далее. Далее, друзья мои, пишут нормальные, адекватные люди. Сначала детей сажают кормить. Или все вместе садятся, но это в нормальных семьях. Вот здесь я целиком и полностью согласна. Понятное дело, если дети маленькие, да, в любом случае изначально вообще сажают детей, да, сначала ты положил все детям, разложил по тарелочкам, усадил их за стол, да, либо за общий стол, либо за отдельный детский столик, не имеет значения, а уже потом вы, взрослые, садитесь за стол, да, есть и так далее. Ну, а вообще, когда садятся за общий стол, то садятся одновременно и садятся все вместе, да, и хозяйка дома, коей должна вроде как быть Светка, учитывая, что она домохозяйка практически всю свою сознательную жизнь, должна позаботиться о том, чтобы на столе у каждого стояла тарелка, чашка, да, не так, что только Светка себе и Лехе наливают чай. Практически никогда она этого не делает своим детям. Почти никогда. Любая мать сделает, да, нальет компотик, нальет какой-нибудь сок, нальет какую-нибудь водичку, да, что-нибудь там, чай там, какао, еще что-то, да, убедиться в том, что всем всего хватает, и только тогда настоящая хозяйка садится сама и приступает к трапезе, ну, это так на минуточку, да, для тех полудурошных, которые вообще ни черта, как оказывается, не понимают. Не понимают, ребят, прописных истин. Далее. Далее пишет еще одна. Такая же, друзья мои, смотрю в книгу, вижу фигу. То есть она слушала ролик колес и ни хера там не услышала. А то, что дети могут просто такого не хотеть, так что, не бывает знак вопроса, Настя не захотела, другие позже придут, поедят, неужели вы думаете, можно столько творога в одно, в одного съесть? Ну, во-первых, да, начнем с того, что из общей посуды, из общей миски не жрут, это так, на минуточку, да, если, как она говорит, она навела этот творог, нужно разложить, взять себе из общей миски, положить себе отдельно, остальное, вообще-то, убрать на минуточку в холодильник. Ну, так, на минуточку, опять же, это творог, йогурт, да, ягоды и так далее, это, во-первых, с общей миски не жрут, не принято жрать с общей миски, едят нормальные люди, каждый из своей тарелки, это, во-первых, во-вторых, вот, для вот этих вот ведроголовых защитников, Светки, да, они даже не понимают, что Настя не захотела, Настя сказала, я поела чуть-чуть, что я еще хочу, и когда Светка сказал, кто вам мешает идти, сделать такое же, Настя сказала, так ягод почти не осталось, а это вообще, ребят, они смотрят, они слушают, они смотрят одни картинки, они вообще не слышат, они даже, не то, что они не вдумываются в смысл, да, увиденного и услышанного, а не то, что они там не анализируют, не наблюдают, не запоминают, они даже не слышат, что говорят те, за кого они там рвут рубашки на своей груди, это какой-то кошмар, вы знаете, я когда это почитала, вот эти комментарии, ведроголовых, тупых хомяков, защитников колес, я смеялась, да, то есть, они даже не слышат, ребенок говорит, ягод не осталось, я не могу себе сделать, а это как сидело, так и жрет, вместо того, чтобы сказать, давай я тебе сейчас отложу, там, или еще что-то, да, только вдумайтесь, сидит мамаша, уплетает за обе щеки, и ей плевать, что там происходит, что ребенок стоит, глядя на нее, и облизывается, а эти ее всячески защищают, ну, значит, как раз таки в семье вот таких вот защитниц так и принято, ребенок ходит полуголодный, да, а эти себе утробу набивают, далее по поводу Ефрема, ребят, это нечто, да, как Светка говорит, он у них, Ефремка у них уже практически друзья мои вундеркин, да, он Светке говорит, он уже Светке сообщает о том, что он и одеваться не хочет, да, ему вот таким образом в памперсе всегда хорошо, и на свежем воздухе тоже он не хочет выходить, да, понятное дело, и вот ей уже пишут, этой дурынди, блин, Светлана, Ефрем и кает, потому что ему холодно, пипец, мне жалко малыша, оденьте ему хотя бы носочки, да, распашонку, ребят, это какой-то кошмар, это ведь действительно какой-то ужас, да, у вас, мол, типа, нисколько не жарко, у нас такая же температура, но дети всегда в одежде, не надо шубу, но уж тоненькие ползуночки и распашонку, все, ребят, через одного, в комментариях у Колесниковых пишут, Света, ну вы хоть бы майку поменяли, а, ну что, вот, оденьте ребенка, оденьте ребенка, да, оденьте ребенка, да надень ты на него что-нибудь уже в конце концов, нет, сама сидит в одежде, всех дети ходят в одежде, а этот у нее уже от холода и кает, а она сидит хоть бы фиг, ну еще один комментарий, который мне тоже понравился, Света, ну вы хоть бы майку поменяли после уборки, пыли на нее насобирали, а ребеночка к себе прижимаете, да, это была, конечно, картина маслом, когда она, значит, там подметала, да, гоняла, как говорится, пыль и грязь из стороны в сторону, которая благополучно, да, под лестницей, она все это делала, на улице, под лестницей, вся эта, значит, пыль садилась на ее одежду, а потом в конце ролика, она, значит, одной рукой работала ложкой, да, там в этой лоханке, пожирала вот это огромное количество вот этой вот непонятной, непонятного месива, который она себе навела, да, а второй рукой прижимала к этой же грязной кофте, в которой она только что подметала вот этого бедного, несчастного ребенка, ребят, это какой-то кошмар, это просто ужас, да, ей уже пишут через одного, Ефрему что-нибудь одевайте, он маленький, может простудиться, поэтому и кает, этой мамашке пофиг веники, ребят, им вообще все равно, я смотрю, насколько просто живется идиотом, дуракам всегда живется проще, дураки никогда не запариваются, дураки никогда не переживают, тунеядцы тоже никогда не переживают, да, что, куда, как кормить детей, как их поднять и так далее, я говорю, я вот с таким столкнулась только тогда, когда пришла на YouTube, только здесь я увидела, да, и поняла, что действительно, многие из них так любят эту пословицу, поговорку, да, дал бог зайку, даст и на лужайку, и вот они поистине живут именно по такому принципу, ребят, вот такой у меня получился небольшой обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok